Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Образцы военной техники, авиашоу, полевая кухня и концертная программа. Глава Самары Елена Лапушкина побывала на аэродроме Кряж, где открылся военно-технический форум «Армия-2022». Все о сохранении и развитии исторического центра города. В столице региона проходит форум инвесторов «Ярмарка домов». Как повысить эффективность управления домом и научиться решать коммунальные вопросы самостоятельно? В столице региона продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом». Настоящее искусство через объектив фотокамеры. 19 августа весь мир отмечает День фотографа. Защитить честь региона. Самарские баскетболисты начинают выступления на первой всероссийской спартакиаде. Образцы военной техники, авиашоу, полевая кухня и концертная программа. В Самаре на аэродроме «Кряж» открылся военно-технический форум «Армия-2022». Он будет работать три дня. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина и другие почетные гости. Чем удивить жителей гостей города военно-технический форум, расскажем далее. Ознакомиться с боевыми спасательными машинами, минометами, вертолетами и даже попасть внутрь некоторых экспонатов. В Самаре открылся военно-технический форум «Армия-2022». На торжественной церемонии открытия гостей приветствовали вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, глава города Елена Лапушкина и другие почетные гости. Вице-губернатор зачитал приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова. В рамках форума «Армия-2022» мероприятия проводятся на территории всех военных округов Российской Федерации, в том числе и в Самарском гарнизоне. Выражаю благодарность командованию 2-й гвардейской общевойсковой армии, командованию соединений Центрального военного округа силовым структурам за предоставленную жителям Самарской области возможность увидеть образцы современного вооружения, военной и специальной техники, их огневых возможностей. На протяжении трех дней жители и гости города могут увидеть образцы вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, а также специальную технику МЧС России и Росгвардии. Всегда надо видеть своими глазами, слушать свое старшее поколение, своих боевых товарищей, отца и мать, дедушку и бабушку, чтить нашу военную историю и гордиться славой русского оружия. В этом году форум сменил место проведения и впервые проходит на аэродроме Кориаш, где базируется аэроклуб филиала Центрального спортивного клуба армии ЦСКА ВВС. Форум проходил на полигоне Рощинский, немножко логистику поменяли для того, чтобы было более доступно. Большое спасибо руководству области и города, что посетили глава города и лица губернатора. Эта выставка должна быть как минимум два раза в год, потому что посмотрите, сколько детей пришло. Я буду работать в субботу и в воскресенье, и каждый желающий может прикоснуться святая святых к нашей российской армии. Самой зрелищной частью торжественного открытия форума стали показательный пролет пилотажной группы аэроклуба Самарского филиала ЦСКА на вертолетах Ми-2 и десантирование команды парашютистов с вертолетами-8. В числе парашютистов спортсменка Алена Иванова. Девушке всего 20 лет, но за плечами уже 1400 прыжков. Очень трепетно, особенно вот когда на таких больших мероприятиях. Очень всегда волнительно, хочется всех людей заинтересовать и не подвести тренеров и начальников, чтобы всем все понравилось. Ми-2 вот летал, он имитировал атаку цели. Атаку, разворот боевой и уход от обстрела. То есть это самая боевая работа авиации такой вот у нас. Вот сейчас Ми-8 тоже вот имитирует выставку десанта, то есть очень интересно, для людей очень познавательно. Гостей военно-технического форума порадовали также концертная программа и полевая кухня с солдатской кашей. Детей у меня трое, два мальчика, всем очень интересно. Вот пришли посмотреть на вертолеты, особенно вот среднему сыну, он очень любит вертолеты. Все очень нравится, очень много техники, детям интересно. Везде можно зайти, посмотреть, потрогать. Ну, здорово, в общем, для детей это прям отличное мероприятие. Еще и кашу, вот да, дочь сейчас кашей накормлю. Военно-технический форум будет работать в субботу 20 августа с 11 до 17 часов и в воскресенье 21 августа с 11 до 15. На военном аэродроме «Кряж» вход свободный. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. О старых зданиях, которые обретают вторую жизнь. В Самаре прошел форум инвесторов в историческую недвижимость, ярмарка домов. Эксперты из нескольких регионов России обсуждали эффективные механизмы передачи исторических зданий в руки инвесторов. Подробнее в следующем сюжете. В Волгограде сохранилось не так много домов с эпохи, когда город еще назывался Царицын. Чтобы сохранить частичку облика города того времени, инвестор Денис Шелихин выкупил здание 1890 года постройки. Сохранил его внешний облик, а внутри открыл креативное бизнес-пространство, которое теперь привлекает гостей и жителей города. У нас каждый день обязательно кто-то фотографируется на фоне фасада. А каждые выходные, фотосессии, свадебные, там, лавстори. Потому что людей невозможно заставить фотографироваться на фоне чего-либо насильно. Они это делают естественным путем, приходят, значит, им это нравится. Это вот как раз и есть самая главная общественная оценка того, что это сделано правильно, качественно отреставрировано, и людям это нравится. Об успешном примере инвестиций в старинное здание Денис Шелихин рассказал на форуме инвесторов историческую недвижимость «Ярмарка домов». Эксперты в этой области из шести регионов России обсуждали, какие выгоды несет реновация старых зданий и для инвесторов, и для муниципальных властей. Например, тех домов, которые остаются пустыми после переселения граждан. Предприниматели получают возможность реализовывать свой бизнес в уникальных зданиях, а город не просто сохраняет исторический вид, но и вдыхает в него новую жизнь, которая привлекает туристов и новые инвестиционные проекты. «Самое главное, чтобы здесь всегда была жизнь, чтобы здесь всегда были какие-то активности. И чем больше придет сюда новых собственников, готовых здесь жить, готовых здесь развивать свои бизнесы, тем привлекательнее будет центр, в том числе и для туристов». Форум проходил в течение двух дней. Кроме лекций, семинаров и круглых столов, гости также стали участниками игры аукциона, где, играя по правилам настоящих торгов, потенциальные инвесторы обсуждали, на что надо обращать внимание при покупке или аренде исторического здания. Предлагали свои идеи и проекты. Возможно, участие в игре поможет кому-то решиться на приобретение пустого ветхого дома в историческом центре города и сделать из него еще одно место привлечения горожан и туристов. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре продолжается обучение председателей МКД, ТСЖ и ЖСК о работе в программе ГИС-ЖКХ. Эта электронная платформа позволяет повысить эффективность управления домом. Кроме того, горожане проходят курсы, на которых могут задавать вопросы представителям администрации, госжилы инспекции и правоохранительных органов. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Александр Шадычнев рассказывает и показывает председателям многоквартирных домов, как работать с программой ГИС-ЖКХ. В ресурсных центрах промышленного района на практике идет обучение алгоритмам действий на этой электронной платформе. Там ничего сложного нет, просто внимательно все смотреть по разделам. Главное, чтобы войти через госуслуги в систему, зайти в свой личный кабинет. Там система, она прекрасно все представляет. И внимательно, ну еще помочь надо человеку, чтобы алгоритм его понимал. И все, просто достаточно. Платформа ГИС-ЖКХ – это часть проекта «Мой дом», который в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Задача проекта – правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Кроме обучения работе с программой для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК, ТСН и активных граждан проходят семинары, на которых горожане получают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативно-правовые акты и бланки образцов заявлений. Кроме того, жители могут обратиться за помощью в ресурсные центры. В промышленном районе Самары их четыре. Наши передовые председатели МКД, то есть они научились после семинаров, как самим руководить и управлять домом. И я считаю, что эти же семинары дают возможность более сплотить жителей, самих собственников жилья, потому что это собрание, это решение всех коммунальных вопросов, это благоустройство. То есть все решается совместно с жителями. В промышленном районе Самары 1549 многоквартирных домов. Практически во всех есть председатели. С начала работы проекта «Мой дом» обучение прошли 683 человека. Еще 811 пройдут его в этом году. Кроме того, по просьбе председателей МКД и неравнодушных граждан будет увеличено количество обучающих семинаров. Следующий пройдет уже 30 августа. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Развлекательная программа «Подарки и сладости». В Самаре для детей с ограниченными возможностями здоровья стартовала акция «Внимание, первоклассник». Какую программу мы приготовили для детей, узнали наши корреспонденты. «Ты первоклассник будущий. Поздравляю тебя. Какой парк ты нравится? Такой или такой? Вот этот с роботом. На, скорее, я тебя поздравляю. С первого сентября учись. Хорошо». Мечта Романа Кофеева – поскорее окончить школу и стать водителем трамвая. Врачи диагностировали у мальчика аутизм. Однако это не помешает ему в этом году впервые сесть за парту. По словам папы, у ребенка уже имеются базовые навыки чтения и письма. «Я могу пожелать первоклассникам, наверное, радости, счастья в этом новом учебном году, чтобы учились с удовольствием, чтобы знания давались, как дети любят играть, так же и знания давались легко». Не все родители могут обеспечить своих детей всем необходимым для школы. Городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки проводят акцию уже в 20-й раз в рамках реализации муниципальной программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». В этом году в празднике приняли участие 100 будущих первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого маленького гостя организаторы приготовили ценные подарки – яркий рюкзак со школьными принадлежностями и сладости. «Конечно, школа – это самое лучшее время для деток, несмотря на то, что приходится учиться, трудиться, но тем не менее. Это очень интересно, увлекательно, и сейчас много очень дополнительных мероприятий проводится в школе, поэтому надеюсь, наши детки будут с удовольствием учиться». Также все желающие могли принять участие в развлекательной программе. Ее ведущими стали персонажи повести Алексея Толстого «Приключения Буратино», «Карабас-барабас» и «Кот Базилио». За все время проведения акции «Внимание, первоклассник» в ней приняли участие более 4 тысяч детей. Сегодня площадкой для праздника стала территория летнего кафе в поселке Управленческий. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Педагог из Самарской области примет участие в федеральном конкурсе «Учитель года в России-2022». В этом году он примет 85 победителей регионального этапа. Первый и второй туры конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финалы награждения лучших педагогов состоятся 5 октября в Кремле. Самарский регион на федеральном этапе представит учитель Сания Айтасова. Она преподает русский язык и литературу в одной из самых современных школ региона – образовательном центре «Южный город». В 2008 году она окончила Самарский педагогический университет. Затем, успешно защитив диссертацию, стала кандидатом филологических наук. А 6 лет назад решила дарить свои знания детям, выбрав путь учителя. Фестиваль «Волга-фест» стартует уже в ближайший вторник, 23 августа. Он пройдет на Старой набережной и будет посвящен теме детства. В каждом из шести дней фестиваля организаторы выделили три времени и три настроения. С 12 до 16 часов – время созерцания. Можно будет прогуляться по пляжу, изучить новые арт-объекты, которые появились на Волжском берегу и понаблюдать за неспешным ритмом жизни у большой воды. С 16 до 19 часов – время соучастия, когда можно активно включиться в жизнь «Волга-феста», стать художником, изобретателем, археологом и просто окунуться в безмятежную атмосферу детства, когда хочется пробовать все новое. А с 19 до 23 часов – время впечатления. Волжский пляж превратится в настоящую сцену со спектаклями, перформансами и музыкальными выступлениями. На «Волга-фесте» можно будет увидеть великана Алангасара и зверей-странников, прогуляться с перформативным аудиогидом «Сказочность», исследовать лабиринт «Архитектурное пространство», посвященное домам зверей, заблудиться в зеркальном лесу, создать мягкий арт-объект, ответить волжской кухне, увидеть жилище древнего волжанина, познакомиться с бабой Его и даже оказаться в желудке у чудища. Точкой просвещения «Волга-феста» станет фестивальный клуб. Детство как явление будет раскрыто с самых разных сторон – в теории и на практике, в психологии, в науке и искусстве. В качестве спикеров будут выступать ведущие специалисты в областях педагогики и образования, а также создатели проектов для детей и родителей. Кульминацией фестиваля станет демонстрация скелета древнего волжского ящера-волгозавра. Организаторы приглашают принять участие в его раскопках, а еще разобраться в культурах пляжной и допляжной эры Самарской набережной. Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли порядка 540 тысяч жителей Самарской области. По утверждению медиков, укреплять иммунитет на фоне подъема заболеваемости COVID-19 и своевременно ревакцинироваться особенно важно перед началом осенне-зимнего сезона. Как проходит прививочная кампания в Самарской городской поликлинике номер 4 расскажут наши корреспонденты. Прививаться по графику Райса Королева решила, как только появились первые вакцины от COVID-19. В 4-ю городскую больницу на ревакцинацию женщина пришла не впервые. У нас все мои подруги, соседки, еще у меня все моложе меня подруги, все попривиты в основном. Все прививайтесь, люди добрые. Добраться до прививочного пункта Раисе Васильевне помогла сотрудница социальной службы. Несколько лет назад Раиса Королева потеряла сына и мужа, помочь некому. Дойти до поликлиники самостоятельно из-за заболеваний суставов она не может. Бабушки, сами знаете, могут сесть на лавочке. Одна где-то температура, а одна где-то покашляла, а другая со слабым униситетом всю эту инфекцию приняла. И, естественно, конечно, нужно все равно прививаться. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп РИСКа, к которым относятся люди старше 60 лет. А также те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной системой и другими хроническими болезнями. В 4-й городской поликлинике привиться можно с 8 утра до 8 вечера, включая выходные дни. Пациенты, которые маломобильные, нетранспортабельные. У нас созданы мобильные бригады, и мы на дому вакцинируем данных пациентов. Те пациенты, которые могут прийти, они приходят, как я назвала, график работы, в любое время их вакцинируют. Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник Ви», который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг, по телефону поликлиник или по номеру горячей линии 122. Ольга Павлова, События. Настоящее искусство через объектив фотокамеры. 19 августа весь мир отмечает День фотографа. Инициатором события стал Корский Ара, фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать годовщину признания до геротипии первого способа фотографирования, продемонстрированного в 1839 году французским художником и одновременно химиком-изобретателем Луи Дагером. Как живут фотографы в 21 веке и почему профессия остается популярной, расскажет Александра Кусева. Фотография – это уникальное явление, ведь на снимок можно запечатлеть ключевой момент из жизни, красивые места и даже эмоции. Благодаря фотографиям мы можем вернуться в прошлое, которое уже никогда не повторится. Сегодня для того, чтобы сделать фото, достаточно наличия одного смартфона. Как результат, мы получаем десятки красивых фото, которыми можем сразу же поделиться с родными. А когда-то фотография имела большее значение, просто-напросто потому, что количество кадров на фотопленочном фотоаппарате было значительно ограничено. Ограниченное количество фото – далеко не самая большая трудность. Процесс создания ценной фотокарточки начинался с проявления пленки, что занимало определенное количество времени. Она вынималась из фотоаппарата в темной комнате. Затем помещалась в специальную ванночку с раствором, после чего начинался процесс промывки и фиксации. Потом пленку нужно было хорошо высушить и разрезать на кадры. Фотоувеличитель и светочувствительная бумага – завершающие манипуляции, в ходе которых можно было получить долгожданное изображение. На создание таких снимков уходил не один час. Сегодня все намного проще. У каждого из нас есть телефон с камерой, на который можно сделать десятки, а то и сотни фото. И все же, несмотря на это, люди нередко прибегают к услугам фотографов. Сегодняшние сессии – это целое искусство. Я думаю, люди получают новые эмоции, ранее непредвиденный, не испытанный какой-то опыт, который запоминается. Это своего рода экспириенс для многих. Для меня это также дарить эмоции, радовать людей, запечатлеть их чувства, их время, которое мимолетно. Дарья Нураева занимается фотографией уже шесть лет. За это время нашла свой стиль. Девушка создает постановочные и сюжетные фотографии. Как правило, предлагает человеку конкретный образ, подходящий под характер или внешние данные. Реквизиты и одежда подбираются к каждой съемке также индивидуально. Важна каждая деталь. Большая часть работ Дарьи напоминает картины, где нет ничего случайного. И все работает на главного героя. Фотографировать вещи, животных или растения – не менее популярное занятие. Практически каждый из нас хотя бы однажды снимал на телефон своего питомца или живописный волжский закат. Причем смазанные или засвеченные фото нередко привлекают внимание своей винтажностью. Мне очень нравится, когда кадр может показаться, стать каким-то более волшебным. То есть он может быть слегка смазанным, там мог быть такой эффект боке или виньетка. И получается то, что реальность намного лучше на фотографиях, чем она есть на самом деле. Даже несмотря на то, что фотография со временем стала более доступным явлением, она не утратила ценности. Она все так же передает эмоции и заставляет людей ценить прошлое. Если посмотреть старые фотоальбомы, то можно заметить, что во все времена люди снимали и снимались примерно одинаково. Одной была и цель – посмотреть на себя и обязательно показать удачный снимок другим. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Жители России могут провести отпуск в Таиланде по сниженной цене. Стоимость путевок в осенний период начинается от 146 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Российские компании предоставляют возможность выгодного отдыха на Пхукете. С сентября туристам станут доступны туры, сформированные на рейсах одного из национальных перевозчиков. Вылеты будут осуществляться ежедневно из Москвы со стыковкой в Абу-Даби. Таким образом, россияне смогут сэкономить до 50 тысяч рублей за турпакет. А в него входит 10-дневное проживание в отеле категории 4 звезды. Отдых в пятизвездочной гостинице для двоих туристов обойдется дороже – от 174 тысяч рублей. Самарские баскетболисты готовятся, чтобы выйти на паркет спартакиады по летним видам спорта. А пляжные теннисисты и дзюдоистка стали лучшими на всероссийских соревнованиях. Подробности в рубрике «Новости спорта». Сегодня в Москве стартует турнир по баскетболу 3х3 первой всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Честь представлять Самарскую область на спартакиаде выпала командам баскетбольного клуба «Самара». В Москву они отправились в составах, опробованных на Лиге 33 и Кубке Самарской области. Виктор Кашин, Семен Дебда, Иван Пьянзин и Дмитрий Крюков у мужчин, Яна Митрофанова, Кристина Евсеичева, Мария Чернова и Анастасия Пиженко у девушек. В Рыбинске завершился четвертый этап Кубка России по пляжному теннису. За медали боролись 18 мужских и 25 женских пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Самары, Челябинска и Сочи. В их числе именитые спортсмены из топовой 20-ки мирового рейтинга. В смешанном парном разряде в финале сражались пары из Самарской области. Елизавета Кудинова и Дмитрий Павлов стали победителями, а Дарья Каличнина и Николай Гурьев серебряными призерами. Дмитрий Павлов завоевал еще одно золото, но уже в паре с Максимом Ионовым из Москвы в мужском разряде. А среди женщин пара из Тольятти, Елизавета Кудинова и Ангелина Климчук, стала второй. В Тюмени состоялся Кубок России по спорту глухих в дисциплине дзюдо. Председательница Самарской области Мила Слепышева завоевала золотую медаль весовой категории до 70 килограммов. Серебряным призером стала Лейсан Ишбердина из Стерлитамака, бронзу у якутской дзюдоистки Валерии Берила. Турнир стал рекордным по количеству участников и представленных субъектов. В нем приняли участие свыше 100 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самарской области открылись пункты отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в Самарский батальон. Информируют в телеграм-канале Самарского района. В заключившем контракт предусмотрена единовременная региональная выплата, а также гарантированы все льготы. Их перечни подробностей можно узнать на официальном сайте Министерства обороны России в разделе «Соцгарантии». В телеграм-канале промышленного района Самары дают совет, как помочь ребенку привыкнуть к школе после каникул. Для начала необходимо перестроить режим сна. Для этого нужно ежедневно отправлять ребенка в кровать раньше на 15-20 минут. Совместные домашние дела и походы по магазинам надо планировать в утренние часы. Таким образом, ребенок будет вставать вместе с вами, а вечером уснет пораньше. Перед сном можно предложить детям вместе прогуляться. Подвижные игры нужно завершать не позднее, чем за 2 часа до сна. Семьи, которые только готовятся к появлению ребенка или уже воспитывают детей и находятся в сложной финансовой ситуации, могут получать поддержку от государства в виде ежемесячных выплат и пособий. Сообщает в Телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Если вы подали заявление на пособие и не согласны с решением о размере пособия или об отказе, то его можно обжаловать. Для этого нужно подать обращение о пересмотре решения. Подробнее о том, как это можно сделать, рассказывают на страницах Телеграм-канала. В Телеграм-канале Кировского района рассказывают, как автовладельцам сэкономить на госпошлинах. При ее оплате на госуслугах можно получить скидку 30%. Для этого нужно заполнить заявление в личном кабинете, отправить его в ведомство, дождаться сообщения об оплате и оплатить госпошлину со скидкой. Она пройдет автоматически. При обращении через МФЦ или ГИБДД скидки не будет. Она предоставляется только на портале госуслуги. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем Телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, где вы отдыхали этим летом. 45% опрошенных ответили, что отпуск прошел в Самарской области. Еще 41% все лето работали. 10% самарцев успели отдохнуть на юге России и 4% за рубежом. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова